Лечение на аппарате Кибернож – это не что иное, как высокодозная стереотоксическая лучевая терапия. Аппарат состоит из мобильного линейного ускорителя, небольших размеров, расположенного на роботизированной консоли, которая имеет большое количество степеней свободы. Линейный ускоритель перемещается вокруг пациента, что обеспечивает большое количество позиций пучка излучения. Положение опухоли автоматически отслеживается по отношению к костным структурам пациента или по отношению к рентген-контрастным маркерам в режиме реального времени. Поскольку предстательная железа постоянно смещается, эти смещения могут достигать нескольких миллиметров из-за перистальтики кишки, из-за газа в кишке, и углы отклонения железы могут достигать достаточно высоких цифр – 6-7 градусов, то необходимо в железу имплантировать рентген-контрастные маркеры, чтобы оценивать её реальное положение. Маркеры эти имплантируются под контролем трансректального ультразвука, точно так же, как выполняется биопсия предстательной железы. Маркеры представляют собой сплав стали и золота диаметром 1 мм, длиной 5 мм. Как правило, устанавливается 5 маркеров. В наше исследование мы смогли отобрать 32 пациента из группы низкого риска. Средний возраст пациентов составил 66 лет, хотя были и достаточно пожилые пациенты до 80 лет, но достаточно активные и имеющие желание к такому лечению. Средний уровень ПСА составил 7,4 мг на мл. Среднее значение IPSS – 9 баллов, но были пациенты с достаточно выраженными дезурическими проявлениями до 22 баллов. Средний объём железы составил 53 кубических сантиметра, хотя, опять же, аккуратно, но мы брали и железы больших объёмов до 90-95 кубических сантиметров. Схема облучения наиболее стандартная, которая использовалась у нас и используется во всём мире – это 5 фракций по 7,25 грей. В двухгрейвом эквиваленте это порядка 90 грей. И в некоторых случаях мы начали пробовать сейчас схему 5 фракций по 8 грей. Это эквивалент порядка 108 грей. Здесь вы можете видеть фрагмент плана облучения. Вот множество лучей. Здесь порядка 180 лучей, идущих в мишени. Каждый из них в отдельности повреждающего воздействия не несёт, но все они пересекаются в одной точке, где развивается терапевтический эффект. Вы можете видеть достаточно большую разницу в дозе на мишень и на критические структуры, на прямую кишку, на мочевой пузырь. Здесь также можно видеть, как доза красиво огибает прямую кишку, и при этом можно создавать, во-первых, локальные максимумы в центре. Если по периферии мишени подведена лечебная доза, то в центре доза может быть выше на 30-40%. Но также при этом нельзя забывать про уретру. И здесь, конечно, мы охлаждаем этот участок, снимаем дозу суэтера максимально, чтобы снизить риски постслучевых осложнений. Медианное наблюдение в нашей группе пациентов составило 25 месяцев. И, как правило, в течение первых 3-6 месяцев мы можем видеть достаточно быстрое снижение уровня ПСА. И в дальнейшем темпы снижения замедляются. Через 2 года в нашем случае средний уровень ПСА составил 0,73 нг на мл. Дезурические явления, естественно, в первые несколько месяцев выходят на первый план, и это отражается в баллах по шкале ИПСС. Но уже через 6-9 месяцев ситуация нормализуется. И более того, многие пациенты отмечают даже улучшение мочеиспускания по сравнению с моментом до лечения. В какой-то степени это может быть связано с влиянием на диноматозный компонент и его уменьшение в размере. Но в любом случае где-то через год-через два ситуация выравнивается и возвращается к исходному значению. Переносимость лечения достаточно на высоком уровне. У незначительного количества пациентов отмечается общая слабость, связанная с подведением высокой дозы. Осложнение со стороны мочеполовой системы первой степени. Ранняя токсичность отмечалась в 80%, второй степени в 16% случаев. Со стороны прямой кишки нежелательные явления гораздо менее выражены. Нежелательных явлений третьей-четвертой степени ни в раннем, ни в поздно-послучевом периоде не отмечается. И в нашей группе пациентов ни у одного из больных не было выявлено верифицированного, доказанного рецидива опухолепредстательной железы. И в принципе это соответствует международным данным, данным зарубежных исследований. Контроль за ПСА на протяжении 30 месяцев, как правило, соответствует 99-100%. И в принципе у всех, во всех центрах примерно ситуация обстоит именно так, и всё с этим лечением понятно и хорошо, если бы не одно «но». Это «но» беспокоит всех, и в первую очередь пациентов, и врачей в том числе. Это отсутствие ясного, чёткого, однозначного критерия оценки эффективности лечения. И особенно эта проблема выходит на первый план через год, через два. И вот как раз конкретный пример. Из нашей практики этого пациента мы облучали 27 месяцев назад. В первые 6 месяцев мы видели достаточно выраженное снижение уровня ПСА. Продолжалось оно вплоть до 9 месяцев. И в дальнейшем отмечен медленный плавный подъём ПСА. Но нас это особо не беспокоило. Рост ПСА был невыраженный, опять же, меньше 2 нанограмм на миллилитр. Но с 21 по 24 месяц случился резкий скачок ПСА с 1,7 до 3,1 нанограмм на миллилитр. И вот это нас насторожило. И пациент беспокоился. Всё время нам звонил, приезжал и спрашивал, не надо ли дообследоваться, всё ли в порядке. Мы действительно его дообследовали, выполнили МРТ. По данным МРТ, структура желёз неоднородна за счёт аденоматозных изменений. И есть крупные узлы. Один из узлов пролоббирует в периферическую зону на 7 часах, другой в периферическую зону на 3 часах. Узлы достаточно больших размеров. На указанных участках зональная архитектоника отсутствует. И наши коллеги рентген-диагносты решили, что с учётом клинической картины в данной ситуации целесообразно выполнить прицельную биопсию под контролем МРТ из участков периферической зоны с потерей зональной архитектоники. Дополнительно выполнена была остеосцинтиграфия, но патологического накопления не выявлено. И по результатам биопсии в 4-х столбиках ткани отмечается коллагеновая строма и единичные железы с атрофичным эпителием. Опухолевых клеток не обнаружено. По всей видимости, этот рост ПСА обусловлен действительно аденоматозным компонентом, хотя полного спокойствия и чёткой уверенности у нас на этот счёт до сих пор нет. И ещё один интересный момент – это данные, представленные, наверное, ведущим радиологом США, который занимается лечением раком предстательной железы, Майклом Зелевским. Представил он их на прошлой неделе на радиохирургическом конгрессе в Орландо. Здесь представлены три группы пациентов, которым выполнялась стереотоксическая лечевая терапия. Небольшое различие в дозах, но это сейчас не так важно. У всех этих пациентов на протяжении трёх лет отсутствуют признаки биохимического рецидива. И вот через три года всем этим пациентам выполнили биопсию предстательной железы. И оказалось, что от 12 до 43% пациентов показали положительный результат по биопсии, несмотря на полные благоприятные показатели уровня ПСА. Конечно, это говорит о том, что уровень ПСА не отражает истинную картину в предстательной железе. Но за исключением вот этого небольшого недостатка, на мой взгляд, стереотоксическая лучевая терапия это на сегодняшний день самый простой, в первую очередь самый простой для пациента. И один из наиболее безопасных и эффективных способов лечения локализованного рака предстательной железы. Спасибо за внимание.